Но вот, знаете, в Коране сказано... Да, сейчас переведем с английского. То есть смысл этого аята такая, если кто-то приходит к тебе и говорит, ну, например, слух какой-то, да, ты не должен верить этому, или ты должен подтвердить этот слух, если только ты не очень уверен в том, что сказано. Потому что если ты не сделаешь это, будет большая проблема, будет большой грех для тебя. Но что я понял из этого разговора, что была проблема по какой-то конкретной компании, и я три-четыре комментария хотел бы сказать по этому поводу. Если вы меня, извините, но некоторые люди защищают, нападают по этим. Ну, по поводу сои, прежде всего, да, но это как будто любой продукт может быть халяль или харам, потому что есть четыре основные группы продукции, это растительное происхождение, животное, искусственное, и так далее. Все может быть халяль или харам. Вы не можете просто решить, например, желатин, мы же не можем сказать желатин, желатин, харам, а что желатин, сам по себе, да, он имеет, например, харам источники, нельзя так сказать. Ну, по поводу колбасы, конечно, качество очень важно для халяля, но это не 100% качество очень хорошее, тогда это не будет халяль, и, допустим, процент содержания мяса, оно определит, если оно низкое содержание, тогда это не халяль. Но по поводу метода определения, это не только ПЦР, да, ПЦР может быть нормальным, но есть много методов для определения свинины, алкоголя и так далее. И я также могу вам представить эти методы, потому что у нас есть своя собственная лаборатория в Дубае, но сертификация халяль, это не просто сделать тест и все, халяль – все, это харам. Если я нашел свинину, но вот эта компания уже сертифицирована, да, но вот все сертификационные органы со всем уважением, они должны очень много переработать до выдачи сертификата. Сам документ, да, мы должны отследить новый источник по нему, должна быть отслеживаемость. Например, вы знаете, что этот продукт содержит свинину или нет? Я не могу вам сказать, если это мясо было забито правильным образом или нет, это вот животное. И не только в свинине дело, есть много моментов, много методов. И по документам мы же прослеживаем его источник. Если все хорошо, тогда мы говорим, все, давай, начинай, если халяль. Субтитры сделал DimaTorzok